МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По Вилоновской, Галактионовской, Маяковского, Молдогвардейской, а затем по маршруту. Когда движение откроют, пока неизвестно. Исправительная колония номер 15 заключила договор с известной самарской фирмой. Швеи из числа осужденных сошьют мужские куртки и летние брюки на сумму около 4 миллионов рублей. Над заказом будут трудиться несколько десятков человек. По словам представителя УФСИН России по Самарской области, необходимую профессиональную подготовку осужденные получили на базе Центра трудовой адаптации осужденных. Для швейного производства в колонии выделили необходимое помещение, оснащенное швейными машинами и другим оборудованием. В Сербии завершился фестиваль русской музыки. В нем приняли участие более 50 молодых талантливых исполнителей из разных стран. Самарский тенор Валерий Макаров получил золотую матрешку в младшей возрастной группе. Покровителем и вдохновителем этого культурного события выступил известный режиссер Эмир Кустурица. В гости к себе он позвал не только будущих звезд, но и уже признанных мэтров. Именно они присуждали главные награды фестиваля. В субботу, 27 июля, Самарские крылья Советов провели очередной матч в российской футбольной премьер-лиге и уступили УФСИН с минимальным счетом 1-2. После трех туров в элите российского футбола крылья занимают 14-ю строчку. В турнирной таблице имеют в своем активе 5 забитых мячей. Следующую игру волжане проведут дома. В субботу, 3 августа, самарцы сразятся с московским локомотивом. Стартовый свисток прозвучит в 17.30. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу события на телеканале Самара ГИС. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова